Играть в то, где тебя пытается сожрать даже самый безобидный кустик с зубами? Да ладно, это же слишком просто! Включайте самый сложный режим, следуйте кое-каким указаниям, и эта игра станет просто какой-то плюшевой мишкой. Начнем мы с основы основ, точнее с классов наших оперативников. Всего их три. Ученый, пехотинец и разведчик. Несложно догадаться, ученый слабо вооружен, разведчик чуть посильнее, ну и пехотинцы это уже самые сильные ваши танки. Остальные выполняют вспомогательную функцию. Однако, между всеми этими классами оперативников существует просто бешеный разброс эффективности. Я вас уверяю, вы просто можете навсегда забыть про ученых, про разведчиков и отыгрывать только пехотинцами. Ну вот просто посмотрите, какие у пехотинцев способности. Тут вам и гранаты, и щиты, и повышенное здоровье, и первая вахта. Да что только у них нету. А что ученые? Слабо вооружены, толпу победить не смогут, а всего лишь вы командовать можете только тремя оперативниками на миссии. Не больше. К тому же, бойцы на ходу стрелять не могут, а если их возьмут в окружение, то все, готовьте себе гробы и можете спокойно помирать. Эти куски мяса они уж точно не растолкают. Также при выборе бойцов всегда обращайте внимание на их личные качества. Например, если вам попадется оперативник с лоялизмом, или курильщик, или какой-нибудь нечистый на руку, сразу сливайте таких в толкан и выбирайте кого-нибудь другого. Ну и раз уж мы разобрались с оперативниками, переходим ко второму важному совету. Если вы хотите, конечно же, себе хорошую концовочку. Никогда не выполняйте задания Ксенуэрка все сразу и одновременно, потому что если его влияние достигнет 100%, то до свидания человечества через сколько-то там дней. Если вы хотите получить финансирование от Ксенуэрка, тогда вам нужно выполнять задания постепенно. Допустим, у вас появились задания по типу охота. Выполняете их, вы получаете финансирование, но увеличиваете репутацию Ксенуэрка. Однако, когда вы выполните все задания по типу охота, у вас появится возможность подгадить этому самому Ксенуэрку посредством выполнения какого-то задания. Также, наряду с основной фракцией еще есть и черный рынок, влияние которого также не должно достигнуть 100%, если вы хотите хорошую концовку. Но отличается он от основной фракции тем, что его влияние не будет расти постепенно. Его влияние будет расти только если вы будете что-то им продавать. А вот с третьей хорошей фракции Амброзией вам придется поднапрячься, потому что все задания идут строго по квестовой линейке, и вы не получите сразу несколько миссий одновременно. Поэтому, как только получили, сразу выполняйте, потому что до следующей миссии может пройти несколько дней. Еще небольшой совет. Мутаген абсолютно безопасен. Точнее, он немного вредит в бою, но когда вы получите мутаген, вы сможете пройти процедуру в СПА, а затем получить полезную мутацию. Так что о таблеточках вы можете попросту и забыть. И последний совет. Вам не нужно сражаться со всеми подряд. Если вы не хотите вступать в бой, просто найдите на поле боя точку выхода и выйдите из боя.